Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Благослови, Душа моя Господи. Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. И кому Сын хочет открыть, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго моё на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой душам вашим. Ибо иго моё благо и бремя моё легко. И отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Святитель Кирилл Александрийский пишет. Необходимо отметить, что у Спасителя не было цели открыть полноту понимания природы Триединого Бога. Это произойдёт позже, после сошедствия Святого Духа на апостолов. А в тот момент Господь не столько говорил людям о Боге, сколько показывал Его, потому что Сам был Бога-человеком. В этих словах Господа заключён тот смысл, что никто из людей не в состоянии постигнуть величие и благость Сына, так же, как величие и благость Отца. И поскольку Сын, то есть Иисус Христос, желал в Своём лице открыть Отца всем без исключения, то призывал всех к Себе. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас». Господь обращается ко всем изнурённым поисками истины. Под труждающимися, как указывают святитель Кирилл Александрийский и блаженный Феофилакт, подразумеваются иудеи. Дело в том, что для ортодоксального иудея религия была бременем с неисчислимым множеством правил. Человек находился в плену предписаний, регулировавших каждый поступок его жизни. Конечно, в результате суетного и бесплодного труда, в попытке быть добродетельным и исполнять мельчайшие предписания закона, иудеи изнемогали. Под обременёнными же подразумеваются язычники, которые были измучены тяжестью грехов. «Но и те, и другие находились под гнётом греховных страстей, происходящих от гордости и самолюбия, а потому Господь и желает даровать им мир и отдых от страстей». Святитель Иоанн Златоуст замечает, что этими словами Спаситель желает сказать, «Не тот или другой приходи, но приходите все, находящиеся в заботах, скорбях и грехах. Придите не для того, чтобы я подвергнул вас истязанию, но чтобы я разрешил грехи ваши. Придите не потому, что я нуждаюсь в славе от вас, но потому, что мне нужно ваше спасение». Души же тех, которые покоряются и приходят ко Спасителю, Он избавляет от тяжких, обременительных и нечистых помыслов, даруя им радость и веселье, а также способность благоугодно служить Богу. Христос призывает, «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Иудеи употребляли слово «иго» в значении «находиться под влиянием или в повиновении». Они говорили об «иге закона», об «иге Божьем». Христос же называет «игом» свои евангельские заповеди, потому что они, подобно игу, налагаются на подходящих к ним и связывают их как между собою, так и со Христом. И хотя эти заповеди кажутся тяжелыми для исполнения, но на деле оказываются легки по причине того, что даруют душевное спокойствие всем тем, кто смиренно их исполняет. Иго Христа – это также смирение и кротость. Поэтому кто смиряется перед всяким человеком, тот живет спокойно и без смятения, тогда как гордый постоянно находится в беспокойстве, не желая уступить кому-либо. Борис Ильич Гладков поясняет, что этими словами Спаситель как бы говорит «Возьмите иго мое на себя, исполняйте все заповеди мои, и не думайте, что они трудны или неудобо исполнимы. Берите пример с меня. Будьте так же кротки и смиренны, как я, и тогда вы поймете, что иго мое само по себе составляет благо как для тех, которые его несут, так и для всех, с кем они соприкасаются. А если это иго – благо, то и бремя несения его должно быть легко». Таким образом, иго Христа содержит в себе любовь, и в этом суть заповедей Христовых. И действительно, бремя возложено на нас Господом с любовью, чтобы мы несли его в любви, которая и облегчает самое тяжелое бремя. Если мы помним любовь Божию, если мы помним, что наше бремя – любить Бога и любить людей, тогда она становится радостью и благом. Ведь бремя, которое дано в любви и которое несут с любовью, всегда будет легким. Нам же, дорогие братья и сестры, следует помнить, что Бога-человек Иисус Христос пришел в этот мир для спасения каждого из нас, дабы мы могли почувствовать неописуемую любовь Бога Отца к Своему Творению, которое Он передает, вручает Своему возлюбленному Сыну. Сам же Спаситель призывает каждого из нас взять на себя Его иго, то есть жить им и служить Ему, стяжав смиренное и кроткое сердце в исполнении заповедей Христовых. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа, благослови, Неси Господи!